Знаменитый миграционный указ Трампа одобрили в Верховном суде. Также речь пойдет о признании израильской столицы и алмазе аж в 709 карат. Не переключайтесь. Миграционный указ американского президента Трампа был одобрен в суде. Верховный суд США одобрил положение миграционного указа Дональда Трампа, согласно которым вводится запрет на въезд в страну граждан шести стран, а именно из Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Чада. Отметим, что президентский указ нашел поддержку семерых из девяти судей. Таким образом, прошлые предписания судов ниже стоящих инстанций, которые частично блокировали вступление запрета в силу, отменяются. Давайте вспомним, что ранее запрет не поддержали власти штата Гавайи и руководство Американского союза защиты гражданских свобод. Они настаивали на том, что данный закон дискриминирует мусульман. Но в конечном итоге суды ниже стоящих инстанций постановили распространить запрет на людей, у которых нет родственников США и они не связаны с американскими организациями. Данные ограничения уже были раскритикованы Верховным судом. Также Дональд Трамп должен был объявить о переносе американского ДИП-представительства из Тель-Авива в Иерусалим. Однако данное решение было отложено. Об этом рассказал представитель Белого дома Хоган Гидли. Хозяин Белого дома должен был определиться, как поступить в отношении закона о переносе американского ДИП-представительства из Тель-Авива в Иерусалим еще в далеком 1995 году. Но вступление его в силу в течение 22 лет постоянно переносилось. При этом каждый раз на полгода с тем обоснованием, что это повредит безопасности Соединенных Штатов. При этом Гидли заверил, что соответствующее решение будет принято в ближайшие дни. О готовности объявить о признании Иерусалима столице Израиля Трамп говорил еще на этапе избирательной кампании. Однако несколько европейских политиков уже выступили против таких планов американской администрации. Например, президент Франции Эммануэль Макрон вчера в телефонной беседе с Трампом выразил уверенность, что статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Отметим, что палестинцы хотят провозгласить восточную часть города, занятую израильтянами в 1967 году столицей независимого палестинского государства. Один из самых больших алмазов в мире был продан на Нью-Йоркском аукционе за 6,5 миллиона долларов. Крупный камень весом 709 карат был найден в марте этого года в Сиерра-Леоне. Алмаз нашли в районе Кона на востоке страны, и это самый большой алмаз в истории государства, а по мировым меркам он 14-й по размеру из когда-либо найденных. Люди, обнаружившие драгоценную находку, передали ее властям своего города с целью благоустроить Сиерра-Леоне на вырученные деньги. Будем надеяться, что их город вскоре преобразится. К слову, купил этот увесистый алмаз ювелир из Британии Лоренцграф. И на этой ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. Подписывайтесь на наши обновления и оставайтесь в курсе всех мировых событий.